Вот уже более двух месяцев в России тонировка передних стекол машин под запретом. Сотрудники госавтоинспекции периодически напоминают об этом водителям. Серия рейдов по выявлению нарушения этого требования техрегламента авто прошла сегодня в областном центре. С момента вступления в законную силу 69-го федерального закона, который включает в себя ряд изменений в федеральном законодательстве, Большинство водителей нашего города, конечно, избавилось от пленки, которая ухудшала видимость. На сегодняшний день даже можно сказать, что практически подавляющее большинство ездит на нетонированных автомобилях. Действительно, злостных нарушителей на дорогах области стало значительно меньше. Вряд ли стоит полагать, что водители одумались или темная пленка вышла из моды. Отказаться от столь любимой ими тонировки водителей заставили суровые наказания. Напомним, с 1 июля, если светопропускная способность пленки на передних стеклах не соответствует ГОСТу, номера авто подлежат изъятию. Если, конечно, водитель не предпочтет растонироваться прямо на месте. Поэтому многие автолюбители уже вышли из сумрака. Я, как в аквариуме, конечно, не привык ездить. Взади, я считаю, что должна быть, тонировка допустима. А впереди, то в основном, недопустима. А лобовые стекла, я считаю, вообще. Если закон вышел такой, надо соблюдать. А находчивые водители уже придумали, как обходить закон. Но инспекторы уверены, даже этих хитрецов можно привлечь к ответственности. Некоторые водители, дабы все равно спрятаться от кого-то, наносят на передние стекла шторки или съемную пленку. То есть, тем не менее, они, в принципе, закон как бы не нарушают, но они ухудшают видимость и все равно подвергают себе опасности. Можно составить административный материал и на таких водителей. То есть, нужно просто грамотно составить административный материал. На ловца и зверь бежит. После получаса ожидания в поле зрения инспекторов попал первый нарушитель. В ней дорожник тонирован, что называется, наглухо. Отпираться хозяин авто даже не пытается. Да, тонирован. Но цифры, говорят, красноречивей. Светопропускная способность лобового стекла всего 50%. При норме 75%. А боковых так и вовсе на 65% меньше нормы. Теперь водителю предстоит распрощаться либо с госномерами, либо с горячолюбимой тонировкой. Третьего не дано. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.